Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Значит, какая формула здесь? Или вот дополнение к святому крещению по правильной православной вере погружается там и всё. Можно так? Нет, положи как положено, так и считай. И добавляй, ащи не крещен. Ащи не крещен, да? Да. Два слова добавь обязательно. А остальное делай всё по полному чину. Если она не была погружена, крещения не было, был обман. Жулики обманули её. Да. Значит, я освящаю воду, ащи не крещен, крещается во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Да. Трижды погружения, трижды во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Да. Вот это и всё, да? И всё, да? Ну, хорошо. Благодарю за консультацию. Вот у нас нынче так крещено. Батюшка крестил, 17 человек. Нынче, 10 июля, у нас здесь так крещёны были, а 17 человек с детьми, считаю. А я видел, я видел, я видел. Всё это, да, всё было красиво. Здесь Виктор был с чёрной такой бородою. Да. Ну, мне понравилось. Ты чё-то скрылся, повыше голову сделаешь. Слава Богу. Видно было, повыше голову подними. Голову подними повыше, один лоб видать только. А, да-да-да, я не настроил. Ну, настройся. Чё ж я смотреть должен? Вот сейчас. Сейчас хорошо. Да. Ты сделал правильно. Всё. Которые не были погружённые. Лука, воин и осенецкий. Их крестил, как обманутых. Заново. Что вы были обмануты. Весь ответ. Ага. И на Афоне, которые приезжают мочёные, их всех крестят. Ну, правильно. Крещение – это смерть. Смерть для греха. Да. Да. И, естественно, и воскресение. Если умер со Христом, то и воскрес. Это форма. Да. Но содержание, вот эту веру, ты должен огласить их, научить. Но они уже обученные. Ну, да. Ну, вот муж согласился, я с ним поговорил. Вот такой серьёзный человек объяснил, как проехать здесь. И сразу после того в храме, в храме сразу причащай их. Причащай? Обязательно. Подожди, это же надо литургию служить. Так у вас запасные дары, если литургия. А, запасными, да? Конечно, обязательно. А, ну, это можно. Всегда, все после освящения принимают святые таинства. Да, да, да. Это возможно. Да. Конечно, да. Я, что положено, как здесь освященные, прежде освященными, я эти все формулы прочитаю. Смотрите. Весь порядок. Чтобы за края не хватались руками. Чтобы блошиных глаз даже не было. Да, да, да. Даже ноготь, чтобы не было. Да. Она, да, да, да. Всё, всё. Это ясно. Ну, я спросил их, как она... Это всё снимите, снимите, всё, снимите. Подожди. Снимите на видео всё это. А, снимите, да. И когда будет причащаться, сними всё. Это на всю жизнь остаётся. Это все будут видеть, что отец на ум православный. Да. Что он не обманщик. Он крестит, как положено. Да. А вот девочка, ей 12 лет. Она в трусиках может или нужно здесь длинную одежду одеть? Ну, всегда одевают всё. Даже малые дети у нас одеты по форме. Ага, по форме, да. Ну, хорошо. Вот я и сейчас сообщу об этом. Почти до 5 халат такой. А потом сразу переодеваются и одевают обыкновенную одежду и всё остальное. Да, у нас оборудовано для этого всё нормально, да. Ну, что ж, я благодарю тебя, отец. Помоги тебе. Ну, вот я слышал, что у тебя со здоровьем. У тебя с нервами. Нет, нет, нет. Вот ты такой здесь ревностный, да. Подожди, подожди. И у тебя... Да подождите, что попало, Городиш, там, нервное. В это время мы работали на пруду. И готовят сваи. И я по две сваи носил. А у меня операция на позвоночнике, три грыжи. Мне нельзя поднимать больше трёх килограмм. А я поднял 50 и таскал целый день. И когда заостряли, я держал. Держал, а они топором заостряли. Меня вот так трясло. Сотрясение. Мне это нельзя делать на позвоночник. Я не болею совсем. Но здесь, как сказано, не искушай, господа. По-другому никак нельзя было. Я два дня маленько отдохнул. И сегодня целый день и вчера копал траншеи. С лопатой в руках. Ни одному мужику не уступаю. Ну, слава тебе, господин. Да. Ну, вот, ты самородок, вандеркин. А ты физически и духовно здесь. Да, и все тебя уважают. Это, да, приятно. Понимаете, что не все обязательно должны быть гонители, поносители. Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Это награда. На небе. Нет, но я... Говори. Кто общается вот здесь вот с вами, они очень тебя уважают. И так ревностно относятся. Ну, я, видишь, все положил к ногам Христа. Они уважают Христа. И живых людей, которые воскресли по заповеди Божьей. Да, через тебя. Они вот верят во Христа. Ну, так и у меня. Это пример. Вера, это же она и в делах. Сейчас церковный журнал в Барнауле, Покров называется, для семинаристов. И там пишет доктор богословия, Павел Бочков, говорит, к Игнатию относятся по-разному. Но тысячи людей пришли в православие. Куда вы денете? И все заболчали. Аминь, аминь. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. Нести. Аминь, да. Аллилуйя, да. Ну, я тебе скажу, это я не говорил вчера. Да, да. У меня вчера был день рождения. О-о-о. Да. 75 лет мне исполнилось. Да. И у нас на вратах у входа, значит, надпись. Это Дум Божий. Это врата небес. Да. Да. Да, это вот Яков, когда он скочил. На 8 лет моложе меня. На 8 лет моложе меня. Мне 83. Да, ну, слава Богу, да. Да. И вот мы там собрались, немножко там побеседовали с вином. Здесь, да. И вот последний тост был, что мы, ну, там это паства, я с ними много лет служу. Это раньше мы в этом молитвенном доме были. А сейчас мы третий год уже служим в новом храме. Да. И вот они все собрались мы, да. И последний тост был, чтобы мы встретились там, открылись для нас врата небесные и встретились со Христом и участвовали в ангельском хоре. И все так торжественно прошло. Я поставил себе закон, в рот ни грамма не беру алкоголя. Ни вина, ни пива, ни ничего. Ну, это, я тоже не пью, но так, для немощей иногда я немножко делаю. И когда я жога, я чуть-чуть глоток сделаю. Это сразу проходит. Ну, тогда. Ну, все тогда. Ну, благодарю. Я рад очень. Засними только все. Попроси, у кого есть хорошая аппаратура. С человека два, чтобы снимали. Как она погружается. Как все это. Все абсолютно все от начала до конца. И как причащается. Хорошо, да. Смотри, не наружь нигде. Все священники обещают, а сами потом обманывают. У нас сейчас в Германии... Но с Божьей помощью. В Германии готовился к крещению. Поп пообещал в озере. Отказал. А когда началось в купеле, там ребенок, где руками держится, наполовину не погруженный. Но они-то родители покрестили. Он его Вальтер звать, теперь Владимир. Трое ребятишек. Одного ребенка, которого они погрузили. Сейчас они ищут, где его погрузить можно. Да. Так нельзя. Ну да. Все, я отхожу. Это подожди. Отец, вот. В каком правиле сказано, что полным погружением? В каком? Пятидесятое апостольское правило. Ага. Об этом Кирилл Руссавинский говорит. Иоанн Златоуз говорит. Все святые отцы. Почему апостол говорит? Смерть его крестили. Смерть. Все вы во Христа, крестившиеся, в Христа облеглись. Почему и написано, что слово крещение на всех языках переводится погружение. Да. В немецком тауфон, в греческом баптизен. Погружение. А погружения нет. Какой человек стоит на капельном полу? И дальше там, почитайте себя мертвыми для греха. Это, чтобы ты всегда понял, что ты умер, посвятил себя Богу. Да. Кирилл Руссавинский говорит. Скрываясь в воде, мы умираем. Выныривая, выныривая из воды, мы рождаемся для новой жизни во Христе. Он нас зовет святые избранные. Да. Ну, этому надо просветить. Конечно. Чтобы человек знал это. Не просто обряд исполнил. У меня занятия проходили, подготовка 500 часов академических. 500 часов. Да, вот так. Годами оглашение проходило. Да, от трех до пяти лет. А которые знают, тем несколько месяцев. И бывает даже еще меньше. Как вот эта одна ошибка. Она все знает. Да, да. Она и писание. Примеры. Я с ней общался. Она с писанием примеры приводила. Она у нас в группе участвует. Она давно, да? Ну, я знаю ее уже больше года. Ага. Ну, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Так, отец, я ухожу. Все. Да. Благодарю. Храни тебя, Господь. Засними обязательно. Попроси кого-то. А то придут, а не было. Поговори. Заранее объяви. Позвони. Чтоб человека два были. Редактор субтитров А.Олзоева Корректор А.Кулакова Продолжение следует...